Еще до того момента, как завести французского бульдога, я переживал. А вдруг собака будет неадекватная, вдруг она не будет меня слушаться, и я, как дурачок, буду бегать за ней по всей улице. Сегодня моему французскому бульдогу Марселе уже более трех лет, и мы прекрасно с ним ладим. И я понимаю, что не зря тратил время на его воспитание. Это пять признаков, которые покажут, воспитанная ваша собака или нет. И первый признак, то что собака от вас не убегает, находится в радиусе 50 метров от вас, не планирует куда-то сваливать в другой район и прекрасно слушает ваши команды. Это, наверное, первое, с чего необходимо начать в воспитании вашего домашнего животного. Потому что очень неприятно, когда хозяин ходит, орет на собаку, а она убегает от него на большие расстояния и даже не планирует к нему возвращаться. Это первый признак того, что собака не воспитана. И второй признак, что с вашей собакой все в порядке, это то, что она не лает без причины. Причем не лает без причины не только на других животных, собак и кошек, но и на людей. Согласитесь, очень неприятная ситуация, когда вы идете со своим домашним животным, и он без причины начинает лаять на всех подряд. Это, во-первых, очень раздражает других людей, а во-вторых, это означает, что собака везде видит какую-либо угрозу. И, ну, в принципе, никому не нравятся лающие собаки. Мне с Марселем очень сильно повезло. Он практически не лает. Только в каких-то исключительных случаях, когда реально видит какую-либо угрозу. Третий признак, что у вас воспитанная собака, это то, что она ладит с другими животными. Ну, скорее всего, с другими собаками, конечно же. Естественно, бывают такие случаи, когда собаки ссорятся. Это нормальная ситуация. Как правило, два кобеля рано или поздно когда-нибудь что-нибудь не поделят. Какую-нибудь палочку, либо поилочку, либо, не дай бог, мячик или другую мягкую игрушку. Конечно же, такие ситуации бывают. Но, как правило, они единичные. Понятно, что и как у нас, у людей, мы друг другу, бывает, можем не понравиться по каким-то причинам. Из 10 человек, 8 людям мы понравимся, а двоим, может быть, и не понравимся. Точно так же и с собаками. Но если обратная ситуация, если 9 из 10 собак вашей собаке не нравится, значит, с ней явно что-то не в порядке. Четвертый признак воспитанной собаки, это то, что она не портит вещи в доме. Конечно же, когда собака еще щенок, то у нее режутся зубки, или ей хочется что-то погрызть, это нормальная ситуация, абсолютно. Обычно в таких случаях покупают специальные чесалки для зубов, какие-то палочки, может быть, из леса приносят для того, чтобы облегчить вот этот зуд в зубках. Но когда собака уже взрослая, когда она уже не щенок, но все равно продолжает портить мебель, продолжает портить вашу одежду, не дай бог, если писает и какает, может быть, у вас на кровати, то здесь явно тоже с собачкой что-то не так, и необходимо обращаться к собачьему психологу. И, наконец, пятый признак воспитанной собаки, это знание базовых команд. Такие команды, как сидеть, лежать, дай лапу, ко мне, фу. Вот эти пять команд должна знать абсолютно любая собака. И не потому, что это здорово, и можно похвастаться перед своими соседями, либо друзьями, что у вас собака умеет делать какие-то фокусы, а просто потому, что таким образом вы создаете доверие между собакой и человеком, и собака так лучше вас слушается. Ну и, опять же, чтобы не выглядеть в глупой ситуации, когда вы гуляете, и вам необходимо возвращаться домой, а ваша собака совершенно не желает закончить прогулку. Для этого и нужна команда ко мне. Друзья, это были пять признаков воспитанной собаки. Если вы знаете какие-то еще признаки, обязательно поделитесь об этом в комментариях. На этом видео буду заканчивать. Если оно понравилось, поставь лайк, подпишись на канал. Ну а мы с Марсиком пойдем готовить для вас следующее видео.